Здравия желаю, дорогие друзья! Все говорят, все говорят про спецоперацию. Иногда рассказывают про какие-то провалы, пропаганды с одной или с другой страны. Иногда рассказывают про яркие коррупционные события. А то, что страна, блин, вымирает. То, что страна горит опять. Но это нас практически не волнует. Вот это потрясающе просто, просто удивительно. Насколько, с одной стороны, большинству населения, это не очень важно, не очень интересно. Видимо, эти ролики даже как-то пролистывают, пропускают, не смотрят. С другой стороны, конечно, нашим медийным персонам, которые якобы за народ, за Россию-матушку. Сведения о лесопожарной обстановке на территории субъектов РФ. На 29 мая этого года сверху почти 6 тысяч гектар. И снизу за прошлый год, на 31 мая 2021 года, примерно 3 тысячи гектар. Количество и площадь лесных пожаров превышают показатели аналогичного периода прошлого года на 12%. Сегодня активно тушат на 1 третью возгораний больше, чем в конце мая 2021 года. Совокупная площадь пылающего леса больше прошлогодний аж в 16 раз. В интервью известием глава Минприроды Александр Козлов поясняет причины активности огня. Во всех субъектах большинство лесных пожаров перешло с ландшафтных. С 1 января 2022 года это уже ответственность губернаторов. Во многих регионах сельхоз ПАЛ считается нормальной практикой. Министр подчеркивает беспрецедентность финансирования субъектов РФ. Короче, мы им деньги выделили, министр говорит, который отвечает за всю страну. Он говорит, мы им деньги-то выделили, а если какие-то проблемы, так это они сами виноваты. Очень интересно. В откровенном интервью известием глава Минприроды Козлов впервые отметил важное обстоятельство. Ликвидация накопленного вреда Байкальского целлюлозно-бумажного комбината и полигона Красный Бор фактически откладывается на неопределенный период. Вы наверняка у Андрея Караулова и в других источниках многократно слышали эту историю. Целые поля, почвы, пропитанные ртутью, свинцом, кадмием, опаснейшими химическими соединениями. С советских времен это все копилось, копилось, копилось. Все собирались это как-то восстанавливать, что-то с этим делать. Вроде как даже деньги на это нашли, выделили. А теперь это все опять откладывается. Мы столкнулись с необходимостью менять проектно-сметную документацию технологий. Это в какой раз? Уже в пятый, в седьмой? К сожалению, многие иностранные партнеры, улыбаясь, говорят, что не готовы поставлять некоторое оборудование для этого большого комплекса. Сейчас наши коллеги-производственники занимаются перепроектированием. Реагируя на вопрос журналиста, как долго придется задерживать реализацию, Невозможно сейчас ответить на этот вопрос. Сидят технические инженеры и говорят, две запчасти мне не дали. Насколько эти две запчасти влияют? Зависит от проекта. Я ни я, хата ни моя. Во всем виноваты губернаторы, какие-то инженеры-проектировщики. Россия. Самая большая по территории страна. С весьма низкой плотностью населения. Ниже, чем в пустыне Сахара. То есть большая часть матушки России – это не задействована в хозяйственной деятельности человека природа. Тайга, тундра, степи, леса. И оказывается, что это природа. Хуже и хуже и хуже. Спасибо Путину, как говорится, за это. Есть и хорошая новость. Правда, лишь для фанатов мусоросжигания. Козлов сообщил, что РТ Инвест нашел способ преодолеть отказ иностранных партнеров, поставлять колосниковые решетки для строящихся мусоросжигательных заводов. Сейчас вступили в Альянс Росатомом. Им сделают такую разработку в России на базе имеющегося опыта. Вот оно счастье-то. Будем дышать воздухом с мусоросжигательных заводов. Зачем? А потому что на Западе так делают. Так у нас же вроде бы с Западом-то, ну как бы мы решили по своему, по какому-то пути идти. Может быть, обойдемся без сжигания мусора? А зачем это? Нет, все хорошо у нас. Будете дышать канцерогенами. Готовьтесь. Спасибо министру природы. Дальше еще веселее. О, как мне это нравится. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Министр. Гендиректору Роснефть Сечину. В распоряжении в ЧКУГП оказались копии писем, которые министр природных ресурсов и экологии Козлов каждый год отправляет главам крупнейших компаний-недропользователей, главе Роснефть Игорю Сечину, главе Новотеку Леонида Михельсону. В них он просит скинуться на некоторые мероприятия по 20 миллионов рублей. Вы представляете себе? Вдумайтесь. Например, вы прокурор области. И вы пишете криминальным авторитетам, так, братки, давайте вот там по десяточке миллиончиков скидываемся на мероприятия в качестве благодарности. Видимо, благодарности за неустанную работу подчиненных Козлова в интересах этих огромных корпораций. Роснефть, Новотек и так далее. Только освободившийся из колонии Алексей Улюкаев, бывший министр финансов Водолаз, нет, он был министром экономического развития, который отбывал срок за получение благодарности от Сечина, смотрит на все это и говорит, а что, так можно было? Да, видимо, можно было. Это все министр Козлов. Почему это я про него все-то рассказываю-то? Козлов. Однако в 2022 году решила выйти из бизнеса. Поиски потенциального покупателя доли увенчались успехом. Во всех компаниях появился новый учредитель Логинов Алексей Евгеньевич. Удивительно, но он стопроцентный тезка брата, жена Александра Козлова, то есть тоже родственник. Короче говоря, вокруг конкретного министра Александра Козлова, дорогого нашего, сформировала сеть аффилированных бизнесов. Интересно, что Логинов, гендиректор ООО «Управляющая компания Амурская», которую учредили ООО «Корпорация по развитию Дальнего Востока и Арктики» и ООО «Агентство Амурской области по привлечению инвестиций», сам Козлов до прихода в Минприрода возглавлял Минвосток развития, а ранее служил губернатором Амурской области. Кроме того, Логинов в 2018 году получил 35% ООО «Арте», которое сразу после этого стало крупным поставщиком песка и гравия на бюджетной стройке в Амурской области. Теперь самое интересное. Основной бизнес – спецпромстрой, который Алексей Логинов купил у Ирины Козловой, сдача в аренду строительной техники, в первую очередь строителям пресловутой «Дамбы», которая должна защитить ряд населенных пунктов Амурской области от паводка. Возведение «Дамбы» финансируется из средств федерального бюджета, Росвода ресурсами, которые находятся в виде Минприроды, то есть министра Козлова. То есть министр выделяет деньги компаниям родственников, своих же родственников. Это прямая коррупционная схема. Я очень надеюсь, что Следственный комитет, Генпрокуратура, Бастрыкин и Краснов разберутся с этой историей, что Бортников разберутся с этой историей. История, по-моему, очень красивая, очень грамотная. У нас горит полстраны. А это губернаторы виноваты. Мы не можем ликвидировать уже много десятилетий. Мы не можем ликвидировать накопленный серьезнейший вред. Ну, давайте мы еще подождем. Там надо что-то перепроектировать. Мы, конечно, не виноваты. Мы же ничего не могли сделать. Надо просто подождать. Ну и аффилированная техника. Мы лучше вот этим вот займемся. Займемся отмыванием бабок. Мы будем напрямую просить Роснефть, Новотек и другие компании, которые частенько загрязняют природу. Ну, бывает такое. По мелочи, конечно, конечно, по мелочи. По-крупному свидетели исчезают и никаких нарушений никто не находит. Просим на мероприятия. То тут, то там по 20 миллиончиков рублей. Просто на мероприятия. Ты должен их контролировать. Ты надзор осуществляешь в этой сфере. Чтобы соблюсти интересы, в первую очередь, российской природы. Сохранить природу. Ты министр природы и природных ресурсов. Не-не-не-не-не. И будем мусор сжигать. Вот это вот вишенка на торте. Абрамченко прикладывает усилия, чтобы все-таки у нас осуществлялась переработка мусора, чтобы мы дышали нормальным воздухом. А эти говорят, не-не-не-не-не, мы будем, не-не-не, нет, 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 зачем, зачем, мы будем правильно дышать канцерогенами, а мусор не перерабатывать во вторсырье, мы его будем сжигать. Энергоутилизация. Аплодисменты, друзья, и ваши бурные комментарии. Ставьте лайки, делайте репосты, подписывайтесь на канал. Здесь говорят правду. До новых встреч, пока. Субтитры сделал DimaTorzok